Ну а теперь от настоящих итальянцев к стопроцентному американцу, который проявил себя в совершенно неожиданной для всех роли провидца. Нет, вы не ослышались, а мы не ошиблись с картинкой. У президента США Дональда Трампа неначе как открылся третий глаз и прорезался талант Бабы Ванги. Ну а как еще объяснить его неожиданное заявление, ставшее самым настоящим пророчеством? Еще в конце прошлой недели на митинге во Флориде Трамп, говоря о проблемах с мигрантами, в сердцах бросил с трибуны. Вы посмотрите, что произошло вчера вечером в Швеции. В Швеции, кто бы мог подумать, они пустили к себе много беженцев и у них теперь такие проблемы, которые они не могли себе даже представить. Американцы на митинге ответили Трампу бурными аплодисментами, а шведы у себя дома дружным хохотом. Ведь ни вчера вечером, ни за последние несколько лет никаких серьезных беспорядков в тихой Швеции вроде как не происходило. А интернет вообще просто взорвался откровенными насмешками и издевательскими комментариями. А бывший премьер-министр Швеции Карл Бильд и вовсе усомнился в адекватности американского президента. Что он курил, написал в своем твиттере известный шведский политик. Трамп выглядел, мягко говоря, глупо до вечера понедельника, когда Швеция перестала быть страной северного спокойствия. Сожженные машины, разбитые витрины и разграбленные магазины. Так примерно вот выглядит теперь пригород Стокгольма Ринкебю, который сами шведы из-за зашкаливающей концентрации мигрантов давно называют маленьким Магадишо. Ну а чтобы успокоить не на шутку разбушевавшихся гостей шведским полицейским, пришлось стрелять даже в воздух. Наш репортер Мак Драницын попытался выяснить, как так вышло, что даже в самых тихих и благополучных уголках Европы драки, погромы и изнасилования стали частью обычных городских будней. И не стоит ли за пророчествами Трампа какая-то конспирология, ну то есть теория заговора. А вдруг он действительно что-то такое знал и случайно проболтался? Если вы думаете, что такое возможно только в фильмах, то нет, пожалуйста. Это Ринкебю район. Самый знаменитый и самый криминальный здесь Стокгольма. Эй, ты что, бесстрашный? Бесстрашный? В это время в Ринкебю никто не ходит. Тебе надо валить отсюда. Хочешь узнать, почему? Почему? Потому что тебя тут ничего хорошего не ждет. Вот видно, что скотч еще совсем свежий. Вот здесь, здесь разбито. Из-за чего это было? О, ну это долгая история. На самом деле история довольно короткая. Вечер понедельника полицейские арестовывают жителей здешней мигрантской общины за попытку изнасилования. Ну а что было дальше, расскажут эти кадры. Вот тут машины полыхали, штук 5-6 сгорело. Вон там? Да. В общем, настоящее побоище между шведскими правоохранителями и недавно понаехавшими из Африки и Ближнего Востока беженцами. Современность Стокгольма – это такой город, где всего через 20 минут ходьбы от центра ты можешь оказаться в так называемой нового зоне. То есть место, куда не рекомендуют заходить ни днем, ни вечером, потому что просто опасно. В одной только столице Швеции их около 15. По всей стране больше полусотни, рассказывает преподаватель криминалистики Стокгольмского университета Ержи Сарнецки. Сейчас это район, где живут очень бедные люди, и большинство из них – иммигранты. Там самый большой уровень преступности, нежели в других местах в стране. Полицейские раньше были крутыми ребятами, а теперь они откровенное дерьмо. В конце длинного коридора нас встречает Матиас Карлсон, лидер демократической партии, которая сейчас очень популярна благодаря своей антимигрантской повестке. Так неужели шведские полицейские боятся понаехавших гостей, мистер Карлсон? Да нет, конечно. Во всем виновата наше чересчур либеральное правительство. Вместо того, чтобы всеми ресурсами поддерживать полицейских, когда они ловят преступников-мигрантов, на них всякий раз нападают общество, журналисты. Из-за этого им тяжело принимать решения, ведь их запросто могут опозвать расистами. Похожий случай произошел с полицейским из небольшого городка Эребру, чуть севернее Стокгольма. Питер Спрингер совершил по меркам либеральной Скандинавии просто немыслимую акцию. На своей странице в фейсбуке он рассказал, кто чаще всего совершает преступления в его районе. Итак, с понедельника по пятницу я имел дело с изнасилованием, опять изнасилованием, кражей, угрозой физическим насилием при отягчающих обстоятельствах, нападением и еще раз изнасилованием. Подозреваемые Али, Мохаммад, Махмуд, Мохаммед, Мохаммед, Али, еще раз, еще раз, еще, еще и еще. Теперь он вроде национального героя всей Скандинавии, просто за то, что назвал вещи своими именами. Мы все на вашей стороне, вы делаете великое дело. Наши либеральные законы говорят, что даже если мигрант совершит серьезное преступление, то его нельзя депортировать из страны, просто потому что на родине с ним могут плохо обращаться. Кажется совсем неудивительным тот факт, что пока власти Швеции боязливы ждут, когда же кризис разрешится сам собой, молодежь в стране все активнее ищет кумиров среди еще вчерашних маргиналов европейской политики. Нам это надоело, мы стали патрулировать улицы. Они с гордостью демонстрируют свои кожаные косухи, где белым по черному красуется надпись солдаты Одина. Кажется, что именно благодаря им в Швеции скоро не будет всех этих опасных ноу-гоу-зон. Может пора наведаться в Ринкебю? Не, я сразу схвачу пулю. Ну я, как видишь, живой. Ну ты, возможно, а я вряд ли останусь. Там опасно очень. Я всем об этом говорю, но меня почему-то не любят. И если уж ни местные власти, ни даже дворовая шпана не могут решить главную проблему Швеции, то совсем неудивительно, почему простые жители этой страны с такой надеждой смотрят на американского президента, который не только подмечает проблемы, но еще и предсказывает их. Швеция! И кто мог подумать, что это будет Швеция? Конечно, не исключено, что Трамп просто попал пальцем в небо, точнее в глобус. Ведь назови он вместо Швеции Испанию, то получилось бы, что он предсказал штурм шестиметровой стены с колючей проволокой, которая не смогла остановить тысячи мигрантов. А угнись его палец в Италию, и тут бы Трамп оказался провидцем. Во вторник мигранта устроили погром на пароме, плывшем в Неаполь. Но поменял Германию, никто бы на его слова и внимания не обратил, ведь даже немецкие политики уже признают, с легкой руки фрау Меркель, страна приняла столько гостей, сколько даже богатый, еще вчера благополучный Фатрлянд не в силах переварить. Марк Драницын, Денис Аникин и Ольга Яковлева, Центральное телевидение. В общем, ясно, хочешь прослыть ясновидящим, пророчь проблемы с мигрантами в Европе, и такое предсказание обязательно сбудется.